Наш земляк 16-летний Тимур Чернышов в июле текущего года стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе 2021 среди кадетов. Он одержал победу над спортсменами из Венгрии, Турции и Узбекистана, уступив украинцу и белорусу. Напомним, сам чемпионат мира 2021 года среди кадетов прошел в Бодапеште по трем олимпийским видам спортивной борьбы – вольной, греко-римской и женской. Сначала происходит переменство России, там где отбираются лучшие, кого везут на международные соревнования. И после этого избрали команду для выступления на переменство Европы, а потом на переменство мира. И вот меня повезли на область соревнований. Отборался вроде бы более-менее, можно сказать, доволен собой, но хотелось бы лучше. На первенство мира я сначала встретился с представителем Венгрии, потом представителем Турции, Украины и Узбекистана. Но это не единственная победа Тимура в этом году. В июне он принял участие в соревнованиях первенства Европы по вольной борьбе среди младших и юношей. Тогда в общекомандном зачете Россия завоевала первое место. В копилке нашей сборной 24 медали, одну из которых завоевал Тимур Чернышев. Он одержал 4 победы, уступив только в финале коллеги из российской сборной. Целый год я ждал то, что нужно сначала выиграть первенство России, Европы и мира. Это была цель на год. Сейчас я перехожу в другой возраст, уже по юниорам, и там также нужно завоевывать путевки. У меня следующее соревнование – всероссийский турнир, отбор в сборную, это в Казани. Дальше уже зимой будет первенство России до 21 года. Греко-римская борьба с этим видом спорта Тимура познакомил его брат, когда ему было 6 лет. И за 10 лет он ни разу не пожалел, что связал свою жизнь именно ним. Да, бывают минуты отчаяния. В основном это происходит при поражениях на соревнованиях. Но это минуты, не более. Как говорит наш юный спортсмен, он четко ставит перед собой цели и сделает все, чтобы их добиться. Смахнув грусть и досаду, он снова идет на тренировки. Мы должны быть сильными как тяжелые атлеты, бегать как легкие атлеты и так далее. То есть мы в себе должны иметь многофункциональность. И за счет этого очень тяжело. Мы должны быть очень разносторонними. Ну, когда идет подготовительный цикл, то две тренировки в день, утром и вечером. Сейчас я восстанавливаюсь, одна тренировка в день, 5 дней в неделю. Недавно для продолжения спортивной карьеры Тимуру пришлось переехать из Магадана в Санкт-Петербург, где сейчас он занимается греко-римской борьбой. В училище Олимпийского резерва номер 2 Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Мой первый тренер – это Свекон Киндраслан Андеревич. С ним я 8 лет тут в Магадане тренировался. Он мне заложил всю базу и проложил путь в спорт, так сказать. Потом я переехал в Санкт-Петербург, училище Олимпийского резерва. Там я тренировался под руководством Комброва Андрея Павловича. В Магадане нет такого, ну, тяжело пробиться куда-то по спорту, а там больше возможностей просто. Больше людей занимаются этим спортом. Все стремятся в сборную России, чтобы оттуда уже участвовать на международных соревнованиях. Вот этот ориентир. На вопрос, что дает данный вид спорта, Тимур, не раздумываясь, отвечает. Этот спорт закаляет характер. Поверьте, в этом спорте нет плохих людей. Он воспитывает настоящих и правильных мужчин.